К нашему эфиру Дмитрий Еловский присоединяется, политический комментатор, ведущий канала Ходорковский Лайф. Приветствуем вас в эфире Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Ну что же, ситуация, по всей видимости, усугубляется, либо просто, собственно, она идет ровно с тех самых времен, когда только начали преподавать в школах бывшие заключенные? Да, усугубляется не то слово. И вы знаете, тут интересно, что в фарватере тех событий, которые мы с вами сегодня обсуждаем, идет и Минпросвещение российское, потому что Министр просвещения Кравцов сказал сегодня, что начинается специальная программа по дополнительному обучению так называемых ветеранов специальной военной операции, которым надо приобретать вторую профессию, и вторая профессия это будет, соответственно, школьные преподаватели. Вот раньше были такие, значит, ну, скорее слухи, разговоры про то, что вот хорошо бы им, значит, что-то ввести в школах. Ну, что? Ну, может быть, ОБЖ. Ну, наверное, преподаватели ОБЖ – это самые такие необычные, неординарные люди в каждой школе, поэтому, наверное, по такому принципу решили, что отслужившим в путинской войне стоит этим заниматься. Ну, вот сейчас есть прям целая государственная программа, которая будет заниматься адаптацией этих людей к школе, к школьному образованию. Конечно, это все неимоверно пугает, потому что полигоном для идеологических таких работ выбрали школы, выбрали детей, выбрали самые такие неподготовленные, наверное, да, и впечатлительные умы и сердца. И что будет происходить на этих так называемых уроках мужества, конечно, одному богу известно, потому что в армию зачастую идет, ну, полнейший сброд, по крайней мере, уж точно, можно сказать, так о людях, которые формируют, формировали и ЧВК «Вагнер», и теперь соответствующие подразделения Минобороны, где воюют зэки. Ну, или это контрактники, да, которые, собственно говоря, не за... которые идут за деньгами, за баблом. Вот какие ценности, какие моральные установки они могут передать детям, чему их научить, ну, собственно говоря, понятно. В целом становится страшно, но вы знаете, для действующего режима, мне кажется, сейчас это некая приоритетная задача, борьба за умы и сердца тех, кто пока голосовать не имеет права, но вот в ближайшее время скоро будет. Почему-то администрация президента нацелена на долгую игру, хотя, по моим ощущениям, она им, по крайней мере, не светит. Дмитрий, ну а если посмотреть с другой стороны, мы можем сейчас говорить о том, как же реагируют родители тех же школьников, которым присылают вот этих вчерашних педофилов, вчерашних кураторов вот таких вот, значит, так, проектов, скажем, да, вот так вот, которые подталкивают детей к самоубийству, но вот сейчас они вот просто стоят перед их родными детьми. Там как-то вообще на это реагируют, либо это все в порядке вещей, считается, что вот это вот герои, все так и надо. Ну, я думаю, что сознательные родители ведут свое воспитание и свою работу дома и прививают детям скепсис, по крайней мере, да, и критику к тому, что им говорят в школе. Это, конечно, отдельная история, потому что, ну, как бы у детей сразу возникает недоверие, да, к государству какое-то, потому что школа для них, прежде всего, и начальники, и руководители, и государство, и все в одном, в одном ключе. Но с другой стороны, ну, а что они могут сделать? Ну, не скинутся на новые шторы, не дадут денег на ремонт физкультурного класса или актового зала, ну, это, об этом как бы странно говорить. Я думаю, что те, кто может позволить себе, забирают сейчас детей в какие-то частные учебные заведения, где этого нету, те, кто не могут себе это позволить, но оставляют за собой какие-то остатки здравого смысла и разума, просто забирают детей с этих занятий, пишут какие-то записочки учителям, что вот, пустите ребенка, значит, у нас там, не знаю, кружок по физике или по плаванию. Ну, или еще раз, как бы ведут контрпропаганду в домашних условиях. Вы знаете, это, мне кажется, наиболее эффективный и наиболее действенный инструмент, который сейчас более-менее как-то доступен для широких слоев населения. А вот мне интересно, как к воевавшим в Украине, в принципе, относятся в России, потому что ведь уже не секрет, что эти люди могут так или иначе, ну, нести угрозу, как минимум в психологическом плане, особенно те, кого заставили пойти на войну, или те, кто пошел якобы защищать честь страны, а поняли, в чем суть этой войны. Едва ли это психологически остается бесследно, и даже тут не нужно говорить, это бывший заключенный или просто человек, который так или иначе попал на фронт. Как вот в России относятся к таким людям? Их боятся, их как-то ограничивают, с ними стараются не общаться, либо наоборот их считают героями? Ну, знаете, я думаю, тут за всю Россию сложно говорить, все-таки 150 миллионов человек и очень разношерстных, с разным подходом к жизни, с разными ценностями. Но мне кажется, что формируется класс очень опасных люмпинов и маргиналов, которые пережили ПТСР, которые почувствовали запах крови, которые почувствовали запах денег, что тоже очень важно, потому что те, кто вернулся, все-таки они так или иначе, получается, озолотились. И это класс, которым надо считаться и которого надо бояться. То есть это абсолютно бурлящая и опасная, и взрывоопасная смесь из бандюганов 90-х и ментов 90-х. То есть это два в одном, взбалтательно не смешивать. Поэтому я думаю, что все здравомыслящие люди в виде какого-то субъекта в форме хаки, не дай бог, с какими-то нашивками, скорее всего он будет под шофе и как-то себя неадекватно вести, но по меньшей мере просто перейдут на другую сторону улицы, покажут своим детям на него пальцем и скажут, что к таким подходить не надо. И если что, сразу звони мне или убегай, или делай, что хочешь, просто избегай любого контакта с ним. Тут, я думаю, ситуация немножко попроще в больших мегаполисах, в европейской части России, в Москве, в Питере, в Нижнем, в Екатеринбурге. Но вот в деревнях, о которых мы с вами говорили вначале, примеры из которых вы приводили, да, там, конечно, ситуация страшная. Там один такой вот упырь может держать в страхе все село, всю деревню, и никто с ним ничего ведь не сделает, да, потому что и участковый там, ну, такой трусоватый, да, и мужиков-то, собственно говоря, наверняка особо и не осталось. А вот к этому субъекту есть определенный пиетет в обществе, да, потому что, ну, вот там, уже прошел это слово, вернулся сейчас. Но, впрочем, по моим соображениям, по моим наблюдениям, да, ситуация должна меняться. И вот этот флёр героизма, он должен рано или поздно испариться, потому что те заслуги, которые, в кавычках, конечно, да, вы понимаете, да, что мы сейчас говорим в терминах, те заслуги, так сказать, которые были у этих людей на фронте, они, конечно, будут нивелированы теми заслугами, которые он приобретает, вернувшись из-за ленточки и наводя шорох, кошмар, страх и ужас на гражданки, вернувшись, но при этом не забыв свои военные привычки. А вот мне интересно, как работают законодательные органы, как работает полиция в отношении... То есть мы знаем, что к мигрантам сейчас жёсткое отношение, и что едва ли кто-то из них, или, по крайней мере, многие из них, смело обратятся за помощью в полиции. А что касается бывших военных, к ним более благосклонна полиция, или всё так же жёстко относятся к преступлениям? Потому что, конечно, мы озвучивали, что был приговор, но там достаточно и жёсткое преступление. Есть ли, например, что-то помельче? Да, слушайте, ну, мы знаем, что был, значит, юридический казус, когда два алкоголика, перепившись, устроили, значит, разборку друг с другом. Один из них, значит, вернулся с войны, второй, значит, был алкоголик более миролюбивый и более пацифистски настроенный. И тот, который, значит, был против войны, вот он, значит, как-то то ли нанёс какие-то там телесные повреждения, да, то ли какая-то там, то ли убил. Ну, короче, он был виновен. Ему, значит, то, что он был против войны, вменили как отягчающее обстоятельство. То есть это уже не на уровне, как бы, полиции, да, которую говорит там, или следует ли, а это уже на уровне суда. То есть мы понимаем, что и юстиция, и полиция, и всевозможные силовики, конечно, на данный момент просто максимально встают на сторону вот этих так называемых ветеранов и всячески пытаются их и отмазать, и ещё раз, да, вот их медалями, ранениями, там, орденами, планками закрыть, собственно говоря, те настоящие преступления. Ну, не то, что настоящие, те преступления, которые награжданки совершают, да, то есть ими закрыты и военные преступления, но теперь можно как бы и награжданки тоже этим прикрыться как щитом. Поэтому сейчас ситуация абсолютно невероятная, и мне кажется, что будет только хуже, потому что у этих людей будет и больше силы, и больше безнаказанности. Такая порода ведь, когда они чувствуют какую-то слабость, какие-то уступки, да, они же и дальше вгрызаются в поте, они уже совершенно действуют без тормозов, потеряв всевозможные берега. При этом в обращении к Софеду Путин называет их элитой. Почему это? Некое заигрывание? Или это какой-то сейчас такой кремлевский социальный эксперимент по внедрению вот такого рода контингента в общество? Ну, вы правы, это заигрывание, потому что не хотят, чтобы эти штыки были направлены в сторону, собственно говоря, настоящей элиты, да, в сторону Путина, его дружков, его олигархов и его окружения, потому что был уже один такой товарищ, который буквально там пару сотен километров до Москвы не дошел, вот на этой волне. Поэтому я думаю, что Путин пытается умаслить как-то этих товарищей, которые сейчас вернулись, и которые в целом не очень довольны тем, что с ними произошло, давайте честно говорить. Потому что Киев никто из них не взял, Харьков никто из них не взял, в лучшем случае там они потеряли каких-то друзей и товарищей, но приобрели какой-то, значит, так называемый, да, боевой опыт вот под Бахмутом или под Авдеевкой, но целество не выполнено, значит, идет уже третий год войны, уже скоро будет два с половиной года войны, ну и как бы что вот мы получили в ответ, значит, ежедневные там типа рейды в Белгородчине, атаки дронов вообще по всей России, там, включая северо-западную часть России, да, значит, падение уровня экономики, падение уровня жизни, ну, я полагаю, что люди начинают догадываться, что что-то не так. И, конечно, ну, кого винить, собственно говоря, правящий класс. Поэтому Путин сейчас делает вид, что на самом деле вот вы, ребят, вы элита, и мы с вами, и мы тоже элита, и вы, и мы, и мы все одной крови, ты и я. Ну, я думаю, что эта очка втратится, будет работать очень долго. А это вообще все эти истории о том, в каком состоянии возвращаются с войны, о том, какие истории они рассказывают, эти так называемые военные российской армии, ну, либо же наемники, они как-то влияют на мобилизацию, на ее темпы, на ее, возможно, успех? Нет, я думаю, что они никак не влияют. Ну, это два разнонаправленных процесса, которые вообще никак не пересекаются. Вот на мобилизацию тут решил повлиять, значит, депутат Журавлев. Это такой специалист, если помните, по черепахам, крупные черепаховеды из партии. ВТПР, между прочим, зампред Комитета по обороне Госдумы. Вот сегодня у него была цитата. У меня сейчас перед глазами, я вам прямо вот процитирую. «Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет, веся землю в окопах. Механизм должен быть тщательно продуман, чтобы это не повлияло на боеспособность наших подразделений. Постепенная ротация, а при необходимости и новый набор». То есть понимаете, да, что это, знаешь, там постепенная ротация, а при необходимости новый набор. Вот это как бы влияет на мобилизацию. Пока что это, говорят, фрики из Госдумы, но, конечно, это те пробные шары, по которым люди, которые реально принимают решения, следят за настроениями в обществе. И вы видите, как это все упаковано, да, не то, что как бы, ну, мы не можем продвинуться, нам как бы реально плохо на фронте. Мы не можем прорвать линию фронта, фронт не сыпется, мы не справляемся. А это все как бы под вот этой мерзкой, да, отвратительной личиной того, что, значит, надо тех пацанов забрать. Ну, а как бы, ребят, ну, вот, ну, круговая порука получается, да, и надо отдохнуть. Давайте, вы теперь, ваша очередь пришла. Потому что, типа, вот это братья ваши, да, ну, вот. Вот, и, знаете, на самом деле тут движение жен мобилизованных, да, мне кажется, оно может сыграть довольно злую шутку с теми женщинами, которые сейчас выступают за, значит, против войны. Потому что их можно использовать в своих целях. Можно сказать, что вот, и товарищи женщины тоже, собственно говоря, просят вернуть пужии. Поэтому давайте-ка новенькие, пожалуйста, вот на фронт, вот вторая волна. Ну, может, не вторая волна, конечно, по-по-по-по-изящнее это можно все обернуть и окутать. Ну, вот, но, как там Журавев сказал, новый набор, постепенная ротация, новый набор. Вот, пожалуйста. Продолжение следует...